Мы нередко рассказываем о деятельности кубанского казачества, представители которого напрямую участвуют в добрых делах. В общем строю стоят и славянские казаки. Они достойно продолжают старые традиции и наполняют свою службу новым содержанием. И в сельских поселениях нашего района есть отличные казачьи общества, что служат для многих добрым примером. Сербинское хуторское казачье общество образовалось в конце октября переломного для нашей страны 1991 года. В то нелегкое время, когда решалась судьба целых народов, именно возвращение к своим корням, к заветам предков, стало для потомков кубанских казаков путеводной нитью всей их жизни, позволило им найти в этой деятельности опору и обрести уверенность в себе. В сельском клубе «Сербин» прошло торжественное мероприятие, посвященное 30-летнему юбилею хуторского казачьего общества. Глава славянского района Роман Сенеговский поздравил казаков с этой памятной датой. Много сделано. Как уже было сказано, насчитывается в обществе 97 казаков. Мне приятно, что все казаки, все вы, вы вместе работаете, живете вместе с людьми, вместе с администрацией, как одно целое. Благодаря вашей поддержке, когда на Кубани возрождались казачьи школы, в нашем хуторе, в Маярском сельском поселении, была организована 11-я казачья школа, где на сегодняшний день учатся наши молодые казачата, ребята. Вы занимаетесь наставничеством, занимаетесь патриотикой, рядом с ребятами делаете добрые дела. Вы всегда рядом, если не дай бог что-то происходит, какая-то чрезвычайная ситуация. Вы помогаете главе и его команде следить за санитарным порядком, в целом за дисциплиной. Он подчеркнул, что казаки всегда готовы подставить свое плечо тем, кому сейчас трудно, всегда готовы прийти на помощь. Неоценим их вклад в воспитание подрастающего поколения в лучших кубанских традициях. За 30 лет выросло новое поколение казаков, которые продолжают эстафету настоящего патриотизма. У вас серьезная организация. И я даже не побоюсь сказать, что в Таманском отделе десятки таких, может быть, общественных организаций казачьих, которые серьезно занимаются воспитательной работой. Будьте любые катаклизмы, которые проходят на территории края, казаки вашего общества всегда готовы выступить на любые работы, на храму. Атамант Сербинского хуторского казачьего общества Вячеслав Бырский в своем выступлении вспомнил имена казаков, кто стоял у истоков создания и развивал общество на протяжении 30-летия. Проводят мероприятие на территории хуторов с участием духовенства. Посещаем храмы Славянского района. За счет добровольных взносов казаков Сербинского хуторского казачьего общества в 2016 году в июле месяце был изготовлен и установлен поклонный крест при въезде в наши хутора со стороны города Славянска на Кубани. По решению депутатов казаков при огромной поддержке администрации нашего поселения в лице Дмитриченко Андрея Евгеньевича и молодого депутата Литвиненко Алексея в ноябре 2020 года на территории хутора Троицкий, как было вышено, доложено Роману Ивановичу, был установлен памятный знак кубанским казакам, основавшим первые хутора из станицы. Самые теплые пожелания прозвучали в этот день в адрес виновников торжества. Многие из них были отмечены за свой самоотверженный труд. Ребята из 11-й казачьей школы выступили перед собравшимися. Наша школа всем привет научила многому. Будет нам казаться жизнь легкую дорогу. В Краснодарском крае среди множества школ есть одна, в которую я учиться пришел. Есть одна, в которой нам жить, друзья. Есть одна такая, без которой нельзя. За 30 лет Сербинское хуторское казачье общество, в котором состоят 97 казаков, стала авторитетной общественной организацией не только в Маевском сельском поселении, но и во всем Славянском районе. Вот уже три десятилетия сербинские казаки не на словах, а на деле пишут славную историю возрожденного казачества и ветераны казачьего движения подают прекрасный пример молодежи, которой в казачестве немало. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа События.